Полный контакт с Владимиром Соловьёвым Германия выдает заказ на подготовку и изготовление 88 танков «Леопард» и 100 бронетранспортеров «Мардер». Но здесь есть одна вещь, на которую сегодня меня обратили читатели моего чата. Почему 88? 88 у неонацистов это гитлеровское приветствие, это ЗИК. То есть это неонацисты, у них же есть определенная система шифров. И действительно, меня обратили на это внимание, я задумался, что за цифра такая в заказе. 88, обычно всегда цифры круглые, 100, 150, 10, 15, 88. Ну, я далек от мысли, конечно, что немецкое правительство при этом использовало нацистский лозунг. Но знаешь, когда такие параллели символические возникают, то начинаешь задавать себе вопросы. Черт его знает, когда несколько случайностей вот так вот следует одна за другой, то может быть это уже закономерность. Может быть действительно закономерность в том, что определенная такая память начинает играть. И может быть на подсознательном уровне вот у кого-то и выплыла эта цифра 88. Наше подсознание способно совершать такие вещи, о которых мы даже и не подозреваем. Ну почему подсознание? 88 это две восьмерки, 8 это буква H алфавита. То есть они, это немцы пишут... Можно я скажу в эфир? Это Хайль Гитлер. 88. Да, то есть запрещенный клич. Поэтому как раз для человека, которому смешно геноцид русских на Донбассе, это вполне естественно. Так что Шольц возвращается вместе со своей шоблой нацистов к своим реальным корням. Вот и все. Поэтому я скажу так. Вот специальная военная операция закончится на Украине, а дальше посмотрим, кого надо деноцифицировать. А то что-то расслабились сильно. Сильно расслабились. Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Доброе утро, дорогие друзья. Вот Германия пообещает поставить Украине зенитные комплексы «Гепард» на встрече на авиабазе «Рамштайн», пишет СМИ. Ну, все идет к войне с НАТО. Все идет именно туда. Мы пытаемся дозвониться до ЕКОЧ, а как-то пока не получается. Я вам хочу зато поставить совершенно потрясающее видео. Я думал, что, конечно, до такого они не дойдут, но я недооценил их глупость. Увидел в телеграм-канале «Армянский дворик». Вопрос, ну как это можно, что вот украинцы не могут понять очевидных вещей. Вроде бы все понятно должно быть, да, все логично. А они вот как-то вот по-своему это все вот понимают. Ну, ответ на самом деле очень простой. В Украине огромное количество экспертов, которые на серьезных щах рассказывают абсолютные глупости. Вот в доказательствах посмотрите вот это вот видео. Ну, в принципе, исторически, если посмотреть, сосуществование двух наших государств оказалось невозможным. Начиная, я так понимаю, что еще, наверное, этот самый, Владимир, нет, кто, Ярослав Мудрый выиграл Ивана Калитову, за нем был аналогов. И Иван Калитов на задворках Киевской Руси основал что? Московию. А потом Юрий Долгорукий построил первый Кремль. Вы видите, такие эксперты, они умеют пользоваться зумом, они могут задавать вопросы, складывать из слов предложения. Они с таким серьезным лицом говорят серьезные вещи, но человек заявляет, что он великий историк, Олег Жданов, да, что он и военный эксперт. Он вот все серьезно говорит и все складно говорит. Вот единственная маленькая есть незадача, что эти люди просто не могли физически встретиться друг с другом по причине того, что они жили в абсолютно разное время. Но это же все мелочи. Кстати, у меня тоже история, вот тоже исторический факт. Смотрите, после покушения на Франца Фердинанда, а всем известно, что его убили в Сарае, вот в Сарае, в котором до этого родился Христос. Так вот, это убийство просто шокировало Наполеона, и поэтому он сразу же объявил войну русскому царю Иосифу Сталину, который как бы по происхождению был гагаузом. Вот, ну это как бы не важно. Но Наполеону необходимы были сильные партнеры, поэтому он обратился к Гитлеру, вот, и для того, чтобы Гитлера уважить, вот, он начал встречу со слов «Слава Украине». Ну и, короче, все сложилось, и все хорошо. Ну, вот такая вот история. Да, при этом надо отметить, что точно так же все это бы отсмотрел человек по фамилии Гордон. Нам удалось дозвониться до Яковича. Якович, привет, дорогой. Якович, доброе утро. Так, что же у нас? Да. Якович, доброе утро. Доброе утро. Давно тебя не слышал, соскучился. Когда тебя ждать в России? А тебя, Лариса, не сказала? Ну, ты немножко болел? Нет. Все нормально. 3-го числа. А, прекрасно. Буду ждать с нетерпением. Якович, скажи мне, вот, поставки вооружения на Украину, а как к этому надо относиться? Насколько это важный фактор? Насколько это серьезно? Что за оружие поставляют и что надо делать? Ну, относиться тут можно по-разному. Насколько это серьезно? Это серьезно с политической точки зрения. Это не серьезно с военной точки зрения. Поскольку вопрос, на каком этапе это оружие будет уничтожено. Это в руках российской армии. И практически оно может быть уничтожено почти все до того, как попадет на поле боя. А как на это реагировать? Как это рассматривает Россия? Она может реагировать, уничтожая это оружие на территории Украины. Она может на это реагировать более резкими средствами, которые еще больше приведут к обострению отношений между Россией и Соединенными Штатами или странами, которые поставляют оружие. Исходя из того, что если вы хотите играть в эту игру, давайте играть до конца. То есть играть... Просто интересно, когда Россия проведет красные линии. Я не люблю говорить, красные линии это предупреждать. Но можно сказать, что можно уничтожить все аэропорты Украины и сказать, любой самолет, который войдет в воздушное пространство Украины, будет сбить. Нет. Украина над Украиной летать никто не будет. Все. Можно уничтожить пограничные перевозные пункты, которые есть. То есть там есть таможенные пункты железной дороги. Можно их уничтожить. Можно уничтожить все также сухопутные пункты, которые идут к границе от Украины к этим странам. Вы хотите, так оно и будет. Якович... Ну, вопрос... Ну, опять-таки, вопрос политический. Согласен. Он не военный. Если вопрос с военной точки зрения... С военной точки зрения, ну, хорошо. Ну, поставят они эти самые гаубицы. Ну, во-первых, эти гаубицы, они не самоходные. Во-вторых, как только их установили, а дальше через... Даже на боевые позиции, если они доедут. Дальше это вопрос пяти минут, как они будут уничтожены. Так что это не играет большой роли. Эти жировелины и все остальное, ну... Они не играют большой роли на поле боя сегодня. Так что вопрос, опять-таки, политический, моральный для Украины. Политический для России. Как она хочет эту проблему решать. Решать ли ее по мере... По мере... По мере поступления оружия на территорию Украины. Решать так, что ни одна единица оружия не поступит на территорию Украины. Это перекрыть все дороги, как воздушные, так и наземные. И дальше, исходя из этого. Ну да. Скажи мне, как ты думаешь, вот сегодня собираются представители 20 стран НАТО на базе Рамштайн, будут обсуждать, что делать, как помогать Украине. Скоро уже, просто они, наконец, вторгнутся своими войсками на территорию Украины. И мы перейдем уже к полномасштабной мировой войне. Они вторгнутся тогда, когда они будут уверены, что у них для этого есть достаточная сила. Они делают все, что они хотят, исходя из того, что они уверены, что за это им ничего не будет. Если они будут уверены, что за каждый их шаг ответ будет такой, какой они не ожидают больным, тогда они ничего не сделают. Тогда они будут продолжать заниматься трепологией и пытаться найти словесное объяснение своему бездействию. Сегодня, на сегодняшний день, ни НАТО, ни Соединенные Штаты не готовы с военной точки зрения вступать в военный конфликт с Россией, опасаясь справедливо результатов этого конфликта. И никакая встреча этого не меняет. И пока это будет продолжение, ваша военная сила, она единственная, что их останавливает. Больше ничего. Больше не сто. Иначе бы уже давно войска НАТО были бы на Украине. Спасибо большое. Спасибо большое, Яковлевич. С нетерпением жду тебя в Москве. Яковлевич Кедми был в нашем эфире. Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал Соловьев. У нас в эфире Денис Владимирович Пушилин, руководитель Донецкой Народной Республики. Доброе утро, Денис Владимирович. Ну что, выяснилось, что ЭБСЕ все знали, но лгали. Да еще и шпионили. Доброе утро, Владимир Рудольфович. Рад вас видеть. Рад, что у этих террористов ничего не получилось. То, что они планировали. Потому что мы наблюдали тоже за этой ситуацией. И это благо, что спецслужбы работают, вовремя выявляют этих негодяев. Но, тем не менее, мы теперь просто осознаем масштаб угрозы от этого террористического государства, оставшейся частью Украины. Но, что касается ЭБСЕ, вы знаете, мы откровенно весь этот период, конечно же, осознавали, что ЭБСЕ точно не нам подыгрывает. ЭБСЕ точно не является только наблюдателем, а испытывает определенные симпатии, скажем так, к одной из сторон конфликта, что вообще мешает урегулированному. Но те наши подозрения, которые было трудно перевести в какие-то факты с учетом их мандата, с учетом определенного иммунитета СММОБСЕ, конечно же, было очень трудно предоставить. Теперь все вскрывается. И вот те наши возмущения, которые были у нас по поводу того, что по нам стреляют, то есть все очевидно, кто стреляет. Абсолютно ясно, кто виновником является срыва огромнейшее число, вы помните, было там перемирий и прочего. То есть все же очевидно было. Но в учеты СММОБСЕ это не попадало. Но вот сейчас в этих архивах мы видим, что здесь, на Донбассе, все зафиксировано, все эти военные преступления. Но в Киеве почему-то решали в СММОБСЕ по-другому. Что не нужно это, скажем так, публиковать в таком виде. Не нужно делать Украину виновной во всех этих военных преступлениях, которые они совершали на протяжении 8 лет. Ну и это бы, скажем, ничего. Но то, что они откровенно корректировали огонь, умышленно или неумышленно. А сейчас у нас очень много вопросов. Но вы же понимаете, если на позициях, причем на тех позициях, там, где находились вот эти праворадикалы, там я говорю и о правом секторе, и других подразделениях, у них находятся ноутбуки. Вот то, что сейчас найдено. И они с помощью вот тех программ, которые там установлены, могут управлять камерами СММОБСЕ. Те, которые стоят на возвышенностях, где полная, это самое, плацдарм вдоль линии соприкосновения боевых действий. То есть, по сути, они, если что-то им не видно, они даже эту камеру поворачивали, увеличивали. А там камеры, ну, извините, там, с двухсоткратным увеличением. То есть, это очень качественные, дорогие камеры. Ну, то есть, это не просто там где-то что-то увидеть там издалека. Нет, это конкретно. То есть, они видели наши позиции, корректировали огонь. Ну, причем здесь же мы видели, сколько было попаданий по инфраструктурным объектам, да, по газораспределительным станциям, там, по этим самым, по фильтровальной станции, опять же. Ну, по-моему, все очевидно. То есть, если говорить, что это только сейчас, знаете, на протяжении 8 лет мы в таких неравных... Да, то есть, это был фрагмент украинской нацистской разведывательной инфраструктуры. То есть, они действовали просто как части украинской разведки. Увы, это так. Ну, причем, не только украинской разведки, но еще и иностранной разведки. То есть, по тем данным, которые у нас есть, они передавали вот эти данные относительно наших позиций, количество нашего личного состава в адрес иностранных разведок. Ну, вы представляете, вот как эта ситуация сейчас разворачивается? ОБСЕ как-то прокомментировало эти обвинения? Ну, на данном этапе ОБСЕ требует, ну, по-прежнему, как будто от них что-то до сих пор зависит на Донбассе, там, и вообще каких-то там процессах, они требуют срочного освобождения тех лиц, которые проходят по делу о шпионаже. То есть, Генеральная прокуратура ДНР завела уголовное дело. То есть, идет расследование. Причем, это задержаны те люди, которые лишены дипломатического там иммунитета и прочего. То есть, там идут определенные манипуляции, что не имели мы права этого делать. Имели. У нас, наш МИД тоже работает, тоже, и в международном праве мы тоже ориентируемся. То есть, мы понимаем, где кого можно, кого нельзя. То есть, и какие определенные стандарты, какие определенные международные правила, нормы действуют в отношении тех или иных лиц. Да и правильно. Денис Владимирович, что у нас происходит в Мариуполе? Вот сейчас приходят вот эти фотографии, что черный столб дыма. Наши зло пошутили, что опять не выбрали папу. Они же теперь вдруг все стали ярыми католиками, обращаются же теперь в Ватикан за помощью. То есть, как-то там все тяжелее и тяжелее держаться нацистской швале. Да, конечно. Ну, послушайте, выходят они и на наших военных, и на российских военных. То есть, пытаются торговаться, как им лучше сдаться. Но требуют, знаете, как требуют или просят, непонятно, как правильно здесь слово с их стороны, наверное, подобрать. Киеву они не особо-то доверяют. Ну, то есть, у них сейчас в последних их там просьбах идет эвакуация не в Киев, то есть, не на сторону, не на часть подконтрольной Украине. А они хотят в Турцию, хотят один из вариантов, они хотят в Турцию. Там они готовы разоружиться. Ну, бред, конечно, предлагаю. Мы с оружием выйдем, доплывем до Турции, а там разоружимся. Ну, мы обещаем, воевать не будем. Серьезно? Ну, вот то, что звучит от этих негодеев. Но здесь нужно быть твердым. То есть, я надеюсь, что все, кто участвует в переговорном процессе, прекрасно осознают, с кем имеют дело. Украина в целом это террористическое государство, то есть, которое является недоговороспособной. То есть, ни одни договоренности, ни одни подписи, ни одни обещания, увещевания, которые ложились на бумагу со стороны Украины, не были выполнены. Это раз. Второе, если мы говорим о базове, это военные преступники. Их ждет или долгий срок тюрьмы, или просто трибунал и соответствующее решение. По-другому быть просто не может. Мы очень много общаемся сейчас в Мариуполе, с теми гражданскими людьми, с теми жителями Мариуполя, которые такого натерпелись. Владимир Рудольфович, мы с вами еще будем долго обсуждать. И вы знаете, это просто чудовищно. Просто даже не хочется в это верить. Я сам себя ловлю на мысли, когда общаются с людьми, когда они рассказывают то или иное, что происходило. Хочется думать, что они, может быть, привирают чуть-чуть. Но, увы, нет. Потому что это от таких мы людей слышим, которые там находятся, и которые на таких эмоциях это рассказывают. Это придумать невозможно просто. Ну да, я поставил, в частности, признательное показание подонка, который на глазах у мужа изнасиловал жену, а потом и мужа убил. Но я думаю, что будет трибунал, и надо судить этих преступников. И поэтому, я думаю, азовцы и боятся сдаваться. Потому что те злодеяния, которые они причинили, у вас в республике никакого моратория на смертную казнь нет. Так что будете судить, и трибунал будет справедлив. Что происходит на временно оккупированной территории? Удается ли постепенно, постепенно, но освобождать свою территорию от укронацистских войск? Скажу откровенно, не просто все, но, опять же, укрепления, скажем так, они смогли усилить, наверное, по определенным направлениям, потому что Мариуполь затянулся, тоже мы откровенно об этом можем говорить, исходя из того, что цели корректировали с учетом необходимости обеспечить безопасность в каком-либо виде для гражданского населения. Сохранение максимального количества жизни, конечно. Совершенно верно, да. И здесь мы говорим о том, что вот это время, которое сейчас у них было, опять же, они готовились, опять же, если мы говорим об Авдеевке, то все идет по старому сценарию. Мы, со своей стороны, тоже в лоб действовать не будем. То есть есть определенные методики, которые наши подразделения тоже уже выработали. Потому что мы сейчас в Авдеевке видим опять то же самое. На крышах многоэтажек огневые точки, в квартирах опорные пункты, то есть в отдельных, то есть гражданских, часть выпускают, загоняют в подвал, и часть наоборот не выпускают и демонстрируют, что там находятся гражданские лица в квартирах. Ну, то есть опять с гражданскими они не считаются ни в коем случае, то есть они видят в них только живой щит, ничего больше. Ничего больше. Но удается освобождать? То есть как сейчас идет продвижение? Двигаемся. Операция продолжается. И сейчас мы избрали... Или сейчас специально мы не даем конкретной информации о том, где мы, что мы, как мы, чтобы... Совершенно верно. Слишком много нашей информации, которую мы подсвечивали, была использована против наших подразделений. Сейчас мы общались, вот когда ребята вышли из Мариуполя после освобождения, когда уже замкнули этих отморозков, только на завстали. То есть и мы общались, и вот те или иные, вроде бы, казалось бы, с нашей стороны безвидные какие-то там обозначения, там где находится конкретно, там что происходит в режиме реального времени, но это все использовалось во многих случаях, то есть против наших ребят. Поэтому мы сейчас... Специальная военная операция, для нас воспалительная операция продолжается. То есть по всем направлениям. Ну, давайте я спрошу тогда так. Но настроение получше? Получше. Я просто помню, что у нас есть несколько критических точек, одна из них это водоснабжение. И настолько важно это решить. А здесь вы говорили, что главное-то у Славянска фильтрационные станции. То есть вот надо обеспечить водоснабжение, чтобы не было гуманитарной катастрофы. Совершенно верно, да. Да, мы здесь сейчас сконцентрированы, пока Славянск будет освобождаться. Но это потребуется какое-то время. То есть мы в этом нисколько не сомневаемся. Но в этот период, конечно же, мы должны использовать все... Да, что касается воды, то есть принимаем весь целый перечень, наверное, мероприятий. Для того, чтобы и резервную нитку вот сейчас временного характера построить. И сейчас ведутся уже работы и подвоз воды из территории Российской Федерации. Причем это и бутилированная вода, это, конечно, и в цистернах вода. Ну, для того, чтобы сейчас фильтровальная станция все равно работала. Ну, то есть принимается исчерпывающий ряд мер. То есть для того, чтобы до того, как освободится Славянск, до того, как мы полностью сможем восстановить в полном объеме водопоставку, чтобы люди точно не страдали без воды. Как сейчас ситуация на таможне? Это жаловались многие, что проблема с прохождением гуманитарных грузов. Удалось решить эту проблему? Частично. Частично удалось решить. Здесь вопрос заключается в том, что, знаете, порыв добрых русских людей, он велик. И здесь, конечно же, как это происходит? Расскажу просто из непосредственно практической составляющей. Люди видят кого-то по телевизору или же видят кого-то в телеграм-каналах. Им хочется помочь именно этому человеку или этому подразделению. Или же этой какой-то там организации. И они собирают все необходимое, привлекают людей дополнительно. То есть собирают машину и едут. А дальше упираются в следующий момент. То есть они же не выясняют, каким образом сейчас идет пересечение границ. Именно с гуманитарными грузами. С учетом необходимости централизации правительством Российской Федерации было принято решение, что вся гуманитарная помощь идет через МЧС Российской Федерации. Потом она передается на МЧС Донецкой Народной Республики. А потом уже, возможно, адресная разводка. Но люди хотят лично на своих машинах. Машины расписаны, разрисованы. То есть они не хотят или не знают об этом, что необходимо передать в МЧС Российской Федерации в Ростове эту помощь. И в итоге вот этот затор, вот эти вот все эти нюансы, коллапсы, обсуждение сейчас идет. Оно в активной фазе. Нужно ли вот сейчас эту ситуацию упростить. Но это необходимо делать не решением ДНР. Мы прекрасно понимаем. Как обстоят дела с беспилотниками и тепловизорами? Я вот сейчас закупаю для вас, пытаюсь найти эти беспилотники. Оказалось, не такая простая задача. Да, я не успел вас предупредить, Владимир Рудольфович. То есть дело не в деньгах. Деньги-то пустяк. Дефицит непосредственно уже сейчас в самой России. Потому что вот разными способами люди просто закупают. Это действительно сейчас трудно найти. Я вам сейчас скажу, что трудно сейчас найти беспилотники. Трудно найти сейчас тепловизоры. Трудно найти сейчас автомобили повышенной проходимости. Я говорю там про вас, там Патриот или про вас Буханка. Это то, что требуется. То есть как бы и то, что ребятам непосредственно нужно. Причем не столько для военных действий, сколько для сопутствующих всех мероприятий. Это и вывоз раненых, то есть это и подвоз на определенные сложные участки материально-технического какого-то составляющей. Ну в общем там целый перечень. То есть и вот закупили все. Это конечно вот такая характерная черта. Может уже пора наладить самим производство беспилотников? Потому что это же там не самые сложные тип техники. Работаем уже. Работаем уже и мы. Я думаю, что в России очень скоро тоже появится. То есть опрос есть? То есть сейчас уже полегче стало? То есть уже поступает в необходимом количестве? Я понимаю, что все равно дефицит. Но в любом случае поток идет? Идет. Идет поток. Идет в нужное направление. И здесь необходимость включиться и обществу, и меценатам, которые помогали по другим направлениям. Они сейчас переориентировались. И здесь все прекрасно понимают, что сохранение человеческой жизни, в том числе наших воинов, наших бойцов, наших подразделениях, это тоже является немаловажным. И конечно нам важна скорость. Скорость выхода на границы, на конституционные границы. То есть с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы, наверное, операции, которые являются практически необходимыми. Ну, после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, то, что мы видим, то есть происходит по приграничным областям, регионам России уже. Ну, это, Украина, это террористическое государство. Все, по-другому. Это никакого сомнения. Просто никакого сомнения. Восстановление Мариуполя началось? Идет сейчас оценка, вот полноценная. Я вам скажу, что сейчас еще много специалистов мы обратились, потому что у нас с учетом же и мобилизации, в том числе, то есть, как бы, ну, количества людей даже не хватает, чтобы закрывать сейчас все направления. Ну, то есть, там нужно узкие специалисты, а у нас они тоже являются патриотами, да, своей земли. И тоже они, скажем так, вот многие находятся сейчас на передовой с оружием в руках. То есть, кого-то выдергиваем непосредственно для того, чтобы переключить на работу вот в гражданском секторе. Но, тем не менее, здесь нам нужно очень масштабно и очень быстро восстановить Мариуполь. Об этом есть запрос у людей, у жителей Мариуполя, безусловно. Да и, конечно же, у всех русских людей все-таки хотелось увидеть на месте Мариуполя не Сталинграда, хотелось бы увидеть очень хороший, процветающий современный город. Азов-Сталь восстанавливать будем? Вопрос большой, обсуждаем с жителями Мариуполя. По Ильича вопрос решен, мы будем восстанавливать, и сейчас идет определенная уже борьба, ну, условно говорю, борьба, но есть потенциальные инвесторы, которые готовы уже заниматься непосредственно предприятием. Да, вот, а по Азов-Стали там вопрос в чем, что сами, вот, общаясь, каждое общение, то есть у нас возникает вопрос, и начинаем извешивать. Вроде бы, да, Азов-Сталь это рабочие места, вроде бы, да, это дополнительный, то есть какой-то объем продукции, которую мы могли бы производить, но Азов-Сталь всегда загрязнял город. Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Так, здравствуйте, здравствуйте. Если вы почему-то только что присоединились к нашему эфиру, а не слушайте, как надо, с 7 утра, а лучше вообще никогда не уходя с нашего канала. Телеграм-канал Соловьев, выйди, подпишись. А смотрите, нас сейчас на телеграме, нас смотрят 24 тысячи человек, за что им большое человеческое спасибо. Вот карта самолета начали облетать не только Украину, но и Молдавию. Крайне тревожные новости идут из Приднестровья. И у нас на связи Андрей Михайлович Сафонов, президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья, депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. Андрей Михайлович, спасибо, что смогли выйти с нами на связь. Спасибо, Владимир Рудольфович. Андрей Михайлович, тревожно. Что происходит в Приднестровье? Вот эти атаки, уничтожение террористами ретрансляционных вышек и атак на аэродром. Ощущение, что это подготовка к каким-то боевым действиям против Приднестровья. Ну, в данном случае нельзя, конечно, исключать любого варианта. Мы не должны забывать о главном. В данном случае парламентская ассамблея Совета Европы сделала заявление о том, что считает Приднестровье территорией оккупированной Российской Федерацией. И это, надо прямо сказать, выглядит как некое приглашение на поле боя. Ну и, безусловно, вторая цель есть. Это нервозность, посилить панику среди людей. Хотя люди у нас привыкли жить в экстремальных условиях за 30 с лишним лет. Но, тем не менее, да, обстановка тревожная, паниковать не надо, но отнестись нужно с максимальным вниманием. А каковы военные возможности Молдавии и что им противостоит? Ну, в данном случае Молдова проявляет сейчас некоторую тоже осторожность, потому что никто не хочет, чтобы прилетела ответка. В данном случае они тщательно взвешивают ситуацию, при которой вместе с приднестровскими войсками бок о бок находится эта оперативная группа российских войск, это раз, и миротворческие силы, это два, которые имеют конкретный законодательно оформленный мандат на миротворческую деятельность от 1992 года. И, конечно, в данном случае, прежде всего, вина падает на коллективный Запад, который пытается уже упомянутым своим решением спровоцировать рост напряженности в нашем регионе. Но напасть могут с двух сторон, и украинские войска, и молдовские войска. Ведь такой сценарий когда-то рассматривался во времена Плохотнюка-Порошенко. Ну, в данном случае, да, такие сведения были. Но, конечно же, и Приднестровье ведет максимально взвешенную политику. У нас принято порядка 30 с лишним тысяч украинских беженцев после начала активных действий 24 февраля. И, конечно же, они тоже видят о том, что Приднестровье не собирается ни на кого нападать, никому не угрожает. Однако же, безусловно, есть радикальные круги обе стороны нашей республики, которые хотели бы внести как можно большую напряженность, а в идеале, конечно, и взорвать обстановку. Чем может ответить Приднестровье? Насколько боеспособны части? И, как я понимаю, ведь еще большой вопрос, это нахождение одного из крупнейших складов еще со времен Советского Союза на территории Приднестровья, военных складов. Да, вы абсолютно правы. В Рыбницком районе, в селе Толбасно, находятся огромные оружейные склады. Они были частично, конечно же, вывезены в начале нулевых годов, но для оборонительных военных действий кое-что там, безусловно, осталось. И сама концепция Приднестровской Молдавской Республики является оборонительной. Но, тем не менее, как мы полагаем, в случае обострения ситуации Приднестровье даст отпор вместе с российскими войсками, которые выступают в роли де-факто нашего союзника. Это не значит, что такой союз направлен против какой-либо третьей страны. Тем более, что украинские офицеры-наблюдатели участвовали в миротворческой миссии на Днестре. Они просто были отозваны недавно президентом Украины. Но в данном случае все были вовлечены в этот миротворческий процесс. И я считаю, что взорвать его, это тоже будет не так уж просто с юридической точки зрения. Но, если что, то Приднестровье готово? Однозначно. У нас нет другого выхода, потому что люди проголосовали за создание своего государства. Они его отстояли ровно 30 лет назад в Кровавой битве. Не хотелось бы это повторять, но, конечно же, никто от своего государства у нас не откажется. А население сейчас какое? Сколько сейчас жителей Приднестровья? Ну, в реале где-то порядка 400 тысяч небольшим. В данном случае, конечно же, у нас еще сохраняется и промышленный потенциал, пусть не такой, как он был в первые годы после СССР. У нас сохраняется кое-какой интеллектуальный потенциал за счет инженерно-технических кадров. И, конечно же, это укрепляет и нашу оборону. — Может ли Молдова обратиться за помощью к Румынии для того, чтобы военным образом решить проблему? Тем более, что де-факто Молдова сейчас и управляет гражданкой Румынии. — Конечно, теоретически такой вариант исключить нельзя. Но тут, возможно, даже два момента. Первый — это глобальный, о котором вы сказали, не хотелось бы, конечно, чтобы он был реализован. А второй момент — между МВД Республикой Молдовы и румынской жандармерией существует соглашение, по которому подразделения жандармерии могут войти на территорию Молдовы для установления порядка и подавления некой смуты. Весь вопрос в том, что будут подразумевать в этом случае под территорией Молдовы. Только правый берег Мистра или Приднестровскую Молдавскую Республику тоже. Вот здесь есть некая изюминка, хотя и зловещая. — Но вы как раз до этого сказали, что изюминки больше нет. Что европейцы решили, что Приднестровье — это оккупированная Россия территория Молдовы. Так что они могут сказать, ну а в чем проблема? Мы идем наводить порядок. — Ну конечно, может быть и такое. Единственное, как я уже сказал тоже раньше, все боятся, развязывая тот или иной конфликт, что может прилететь некая ответка, а это, конечно же, мало кому хочется. — А какого типа ответка это может быть? — Ну в данном случае я полагаю, что Россия не даст победу Приднестровью, тем более что она обладает официальным мандатом на проведение миротворческой операции. — Ну просто учитывая, что мы сейчас проводим СВО на территории Украины, может быть и рассчитывают таким образом растянуть силы России, открыть еще одну зону напряженности, бросить в топку Приднестровье, чтобы отвлечь силы и средства? — Такой вариант возможен, тем более что это вписывается в стратегию Запада окружить Россию кольцом конфликтов или враждебных режимов. Будем надеяться на то, что все-таки удастся избежать самого крайнего варианта, тем более что Приднестровье ни разу не дало повод рассматривать себя в качестве источника кому-либо какой-то угрозы. — А в идеале чего хочет Приднестровье? Вот как видит в себе свое будущее? — В идеале оно хочет быть независимым, международно признанным государством, в связи с чем Приднестровье уже неоднократно не только обращалось к мировому сообществу, но и проводило необходимые референдумы на своей территории. И народ огромном большинстве именно проголосовал за независимость и за Союз Российской Федерации. — Когда мы говорим о 400 тысячах жителей Приднестровья, а сколько из них также граждане России? — Граждан России свыше 200 тысяч, по имеющимся данным. — Ну то есть у нас, если не дай бог что, у нас просто нет ни юридической, ни моральной возможности не вмешаться? — Надеюсь, что не понадобится крайнее вмешательство, но, как говорится, надо держать порох сухим. — Зачем вот взрыв, зачем эти теракты, Андрей Михайлович, зачем взорвали радиоретранслирующую вышку? Зачем нанесли удар по аэродрому? Какой в этом смысл? — В этом смысл первое — посеять нервозность, и второе — это отсечь Приднестровье от информационных ресурсов. В данном случае обычно так и руководствуются те, кто проводят такие акции. — Ну посеять, посеять, а дальше-то что? Ну посеяли. — Ну а дальше уже надо видеть, будет ли какой-то новый всплеск напряженности, или на этом все ограничится. Но в любом случае попытка посеять нервозность и панику налицо. — Спасибо вам большое, держитесь. Россия в любом случае, если не дай бог что, придет на помощь, здесь никаких других вариантов нет и быть не может. Андрей Михайлович Сафонов, президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья, был у нас в эфире. Андрей Михайлович, также депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики. Так, мы сейчас должны попрощаться с аудиторией Вести ФМ. Спасибо, что это утро проводите с нами, так что не перейдите. Полный контакт с Владимиром Соловьевым.